Я просто Жора. Обычно меня спрашивают, кем ты работаешь в координационном центре? Я говорю, я работаю Жорой. Все вас знают, как Жора. Ну да. Вообще вопрос интересный, конечно, как совмещать работу и с регистраторами доменов, и с пользователями. Но здесь в целом вся квинтэссенция координационного центра. Да, выдерживать баланс между разными направлениями. В целом это заботиться об интересах пользователей и администраторов доменов, заботиться об интересах регистраторов, поддерживать их какую-то деятельность и, может быть, бизнес-начинание, помогать им в чем-то. Дальше не забывать об интересах вообще в целом общественности, каких-то там российских каких-то интересов. И не забывать представлять вообще себя как администратора домена верхнего уровня на международном рынке. Поэтому здесь в целом у координационного центра такая жизнь, балансировать между несколькими направляющими. И внутри него структура как матрешечка, да, устроена так же. Какие-то направления деятельности, они все тоже состоят из балансов. Вот в моем видении действительно баланс между регистраторами и пользователями. Нужно помнить о том, что простым людям должно быть весело, замечательно и приятно получать услугу. А регистраторы должны тоже, ну не просто там получать по башке от координационного центра за какие-либо нарушения, если они тем самым пользователям что-то не так сделали. Но помимо этого они все-таки должны получать какое-то удовлетворение от своей работы. Им должно быть удобно, разумно, логично. Во всем должен быть здравый смысл. То есть все равны, нет никаких приоритетов пользователей? Я бы не сказал равны, неравны. Это вот именно здесь ситуация такая, качельная, баланс. Мы всегда ищем какую-то точку, в которой будет здравый смысл. Компромисс. Значит, вы компромиссный человек, так можно сказать. Нет, нет, я не компромиссный человек. Я во многом мечусь из одной стороны в другую очень часто. Я подвержен эмоциям. Я могу усердиться. Могу, наоборот, быть благостным и радостным. Неважно. Важен драйв, важно умение удержать какую-то вот такую вот ниточку, за которую потянешь, и все за собой поведет, потянется, все сложится и будет хорошо в итоге. Жор, а какие тенденции, на ваш взгляд, характеризовали развитие доменного рынка в 2021 году и сейчас, в 2021 году, какие характеризуют? Вообще, что с доменной отраслью? И могли ли вы себе 20 лет назад представить, что сейчас зона РУ будет одним из ведущих национальных доменов? Представить я себе такое мог, потому что, в принципе, уже тогда было понятно, что потенциал у национального домена российского максимально высокий просто в силу своей количественности. У нас большая страна, у нас много людей, у нас много потенциальных пользователей до сих пор остается, несмотря на то, что более-менее мы пришли к некому насыщению. В целом, тогда, 20 лет назад, это, конечно, был тот момент, когда начался бурный-бурный рост. Вот были 90-е годы, в котором все начиналось, потихонечку узнавалось, люди, которые занимались интернетом в глазах других людей, выглядели немножко странно. Да ну, фигня этот ваш интернет, кому он нужен? Да, потом, ближе вот как раз к нулевому году, к первому году этого века, оно изменилось и начался в тот момент как раз старт взрывного роста. Если весь мир как раз переживал этот бум и взрыв примерно в 98-м году, то до нас эта большая волна пришла как раз к первому году, 2001-2002 года. Дальше понеслось как снежный ком по нарастающей. И эту волну было видно, понятно и как раз тогда чувствовалось, что да, вот сейчас просто необходимо там изменение в тогдашней ситуации. Для того, чтобы эту волну, в том числе волну регистрации новых доменов принять, нужно новый институт, распределенный институт регистрации доменов, чтобы не один регистратор и много клиентов, а чтобы много регистраторов обслужили это огромное количество предстоящих клиентов. И практика прошедших 20 лет показала, что это был правильный выбор, что мы выбрали путь аккредитации нескольких компаний, которые будут профессионально заниматься услугами по регистрации доменных имен и как можно больше и качественно удовлетворять потребности населения нашей страны. Но не только нашей страны. Смотри, примерно к 2006 году у нас уже был первый миллион доменов. Буквально за короткий период с 2001 по 2006 это просто вот такой вот всплеск. А дальше этот всплеск не остановился, он пошел дальше вверх-вверх-вверх до 5 миллионов примерно к 2010-2011 году. И вот дальше уже пошло насыщение количества доменов, количества регистраций. Видимо, рынок свое получил, все что нужно. И примерно мы в этом уровне плюс-минус по количеству доменов сейчас держимся. Если говорить о тенденциях дальнейшего, я думаю, что мы постепенно с очень медленным и плавным ростом будем увеличиваться в количестве доменов. Но взрывов уже не будет. Много других доменных зон, много других интересов у людей и приложений своих сил. То есть вы думаете, новых доменных зон уже не появится? Нет. Новые доменные зоны появляются, они будут появляться. Вот сейчас идет разговор о том, что в IPN открывается новое окно возможностей. И будут попытки заработать на новых доменных зонах замечать. Но больших взрывных ситуаций в принципе в мире уже в доменной отрасли не будет. Будет плавный рост, тихо по-небесному. Вы стояли у истока формирования доменного рынка и рынка хостинга. И долгое время были директором Русоникса. Русоникс благополучно существует и сейчас, но не является крупным игроком. А вот скажите, был ли шанс у этих компаний, которые стояли у истока, стать сейчас крупными игроками именно у этих компаний, а не у каких-то крупных отраслевых компаний, может быть? Как вы думаете? Ну, я скажу так. У истоков стояло много разных компаний. И многие из них действительно стали крупными и влились в еще более большие компании. Были слияния поглощений и так далее и тому подобное. Часть компаний, как была небольшими, так и осталась. Некоторые дожили до сегодняшних дней и вполне успешно продолжают работать. Не у каждой компании есть цель стать крупной компанией. Есть небольшая аналогия. Мы можем представить себе почивший в Бозе большой черкизовский рынок, который занимал огромную площадь, и там было все, целая жизнь, город в городе. И мы можем себе представить несколько небольших частных магазинчиков у метро. У каждого своя ниша. Есть большущие конгломерации разнообразных бизнесов и направлений. А есть небольшие компании, то, что называется малый бизнес, которые сосредоточиваются на какой-то своей нише, находят своего клиента, зарабатывают какой-то определенный имидж в своем направлении деятельности и продолжают работать на своем месте. Поэтому здесь нельзя так сказать, вот мы когда-то что-то начинали делать, и мы ушли на задний план, потому что кто-то новее, крупный, пришел более активный, маркетинг и прочее, прочее. Есть этот фактор, есть фактор того, что бизнес начинает, новые какие-то отрасли бизнеса начинают больше энтузиасты, чем профессионалы. Они просто берут и делают. В основном технарии, инженеры, художники, дизайнеры, кто угодно. Но, может быть, они не очень маркетологи, не очень бизнесмены. Да, такой фактор есть. Но, в принципе, здесь больше играет роль, ты что-то начинаешь, ты чему-то научаешься, ты едешь дальше и понимаешь, что вот здесь тебе лучше быть в некой нише. А вот в этом месте тебе надо двигать бизнес так, чтобы он уходил вперед, ввысь и охватывал как можно больше возможностей и ресурсов. Но для этого тебе нужно объединяться, конгломерироваться с другими игроками рынка и расти. Потому что все крупные компании, они не вот была маленькая и вдруг она распухла, выросла. Такого практически не бывает. Это и привлеченные инвестиции, это и какие-то совместные бизнес-проекты с другими компаниями, это последующие объединения активов под звонтиком какого-то бренда и прочее. Если речь вести о компаниях, которые были у истоков регистрации доменов, у истоков хостинга в России, то здесь в основном это были такие небольшие частные бизнесы, small business, так называемые. И у них было как раз в рот ровно то, о чем я говорил, две судьбы, либо оставаться в своей нише, либо постепенно расти, объединяясь с другими. И этот процесс у нас происходил, в том числе на рынке хостинга, когда активно те большие компании, которые сейчас есть, они скупали тех, кто поменьше, договаривались, кто-то объединялся на взаимовыгодных условиях, то есть это не обязательно была покупка, какие-то еще были варианты. Поэтому как-то так постепенно сложился рынок по обычным капиталистическим, можно сказать, правилам. Здесь нельзя сказать разделить вот эти большие, вот эти маленькие, все едино. Просто каждый занимает свою нишу в обслуживании клиентов. А что сейчас представляет из себя рынок хостинга? Какие его объемы? Да я давно не занимаюсь как таковым хостингом напрямую. Иногда общаюсь с своими бывшими коллегами, потому что я с 2009 года полностью ушел из отрасли хостингов в Координационный центр. До этого я просто в Координационном центре всегда был. Изначально еще со времен Координационной группы занимался какими-то проектами, создавал. Но в основном это были участия в работе сообщества вокруг Координационного центра в виде эксперта. Но с 2009 года я перешел полностью сюда и покинул, можно сказать, хостинговую отрасль. Но так поглядываю. Честно, на сегодняшний день, наверное, так же, как и с доменами, хостинг как таковой, как отдельный бизнес, достиг своего насыщения. То есть людям уже не нужно как таковые места под сайты, либо стойки под сервера и все такое прочее. Людям уже больше нужен сервис. Какие-то готовые решения. Сайты на шаблонах, где в три клика непрофессионал может что-то сделать. Плюс за прошедшие там несколько десятков, ну за 10 лет, наверное, да, выросло такое понятие, как соцсети и представительство разнообразных бизнесов в них. И кто-то работает через Инстаграм, ему вообще сайт не нужен. Кто-то там бизнес-аккаунт в Фейсбуке открыл. И это тоже заменяет. Поэтому здесь на сегодняшний день, если вот как звучит вопрос, как можно охарактеризовать рынок хостинга, можно охарактеризовать его как созревшим, выросшим, готовым, который просто тихо, спокойно работает. И это уже не вот какая-то отдельная вещь себе. Это некая комодити в большой-большой структуре интернет-сервисов, которая существует. Вы как раз-таки предрекли мой следующий вопрос вот про соцсети. Но нужен ли вообще хостинг? Вот сейчас вы сказали, что все это можно заменить, а зачем он тогда нужен уже? Может быть, все? А вот то, чем заменяют, оно работает-то где? Оно живет на чем? Дело в том, что работа хостинг-провайдера, она достаточно скучная. Вот у тебя есть дата-центр, у тебя есть стойки в нем, у тебя есть сервера в этих стойках, на серверах работает операционная система, и разное серверное программное обеспечение, которое как раз и дает возможность всем этим социальным сетям, разнообразным сайтам, каким-то другим сервисам работать как таковым. Они ниоткуда не берутся, из воздуха, из облака, как принято нынче говорить. А хостинг-провайдеры нынче это те компании, которые дают возможность другим бизнесам, которые оказывают вот эти все удобные сервисы для простых пользователей, существовать, работать и поддерживаться инфраструктурно. Поэтому хостинг как таковой превратился именно в такую невидимую заднюю составляющую всего того многообразия, которое у нас сейчас представлено. Какие серьезные проблемы на хостинге сейчас можете назвать самые серьезные? Самая серьезная проблема это экономическая составляющая. Просто на сегодняшний день быть хостером достаточно дорого. Потому что дорогое оборудование, дорогое электричество в дата-центрах, дорогие каналы связи. Все это должно окупаться. А большая часть денег сейчас сосредоточена больше в других секторах экономики. Поэтому хостингу сейчас достаточно тяжело. Но при этом ему было тяжело всегда. Ему было тяжело и 20 лет назад, и 15 лет назад, и 10. Это такое состояние, это такой бизнес. То есть экономическая проблема всегда была. Поэтому оно живет и работает. Вот те, кто хотят этим заниматься, могут и умеют, они этим занимаются, могут, умеют, круглосуточно работают. Как в любом другом бизнесе. Пирожки печь тоже достаточно нужное умение. Им, если хочется заниматься и правильно заниматься, и превращать это в свой бизнес, им надо заниматься так же тяжело ежедневно, как и хостингом, как и регистрацией доменов, если вернуться к нашим регистраторам доменов, вообще к доменной теме. Здесь то же самое нужно. Каждый день, каждую ночь, круглосуточно думать о том, как сделать свое дело лучше. Ну то есть вот эта экономическая проблема, она была всегда, и вот скажите, в кризис, как в кризис, она сильнее, ну понятно, что сильнее. Кризисов не бывает. Не бывает? Да. Кризис, вообще в принципе, кризис это постоянное, перманентное состояние любого бизнеса. Тебе всегда нужны ресурсы. У тебя всегда есть нехватка чего-то. И как таково, вот мы работали, 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 потом бах, все сломалось, кризис, мы заткнулись. Ну это значит, ты просто что-то не доделал, не додумал, надо просто встать, отряхнуть колени, сказать, черт, упал, споткнулся. В следующий раз я на этот камень наступать не буду, и пойдешь дальше, продолжать свои дела. Вот это обычный бизнес-подход. Я могу сказать историю с далеким, большим вот этим кризисом, про который все вспоминают, там с ужасом, 98-й год, все плохо. Ну вот я по себе могу сказать, мы как работали, так и продолжили работать. Да, у нас изменилась экономическая ситуация, у нас изменились нули после рублей, или все остальное, там доллар как-то скакнул, не скакнул. Но люди как продолжали работать, так и продолжили работать. Да, споткнулись, да, где-то было, не хватало на что-то, возможности заплатить, где-то договаривались, где-то не договаривались, где-то просели, но потом все выправилось снова. Следующие какие-то кризисные ситуации ровно так же. Здесь мы заработали больше, там мы потратили больше, но зато вот здесь что-то у нас осталось, мы можем вложить в развитие. В любой деятельности так. То есть надо начинать с себя, не винить кризисы, окружающие... Надо просто работать, не останавливаться. А если действительно есть какие-то потери... Вот, к примеру, говоря, возвращаясь к моей работе, там, с пользователями, с регистраторами, часто звонят пользователи, администраторы доменов, которые говорят, рассказывают мне истории, когда они по тем или иным причинам, например, лишились доменного имени, забыли продлить, или какие-то другие проблемы возникли. Зачастую в разговорах просто мы приходим к мнению о том, что ну да, надо просто учесть эту ошибку на будущее, ее не совершать, а сейчас просто действительно подняться и идти дальше. Не тратить время на то, чтобы махать кулаками и кричать, а меня здесь обидели, я лоханулся, или что-нибудь еще произошло. Ну да, ну обидели, ну лоханулся. Жизнь-то продолжается. Делать надо дело, а не тратить ресурсы на вчерашний день. Зачем тратить ресурсы на вчерашний день, когда можно тратить их на сегодняшний и на завтрашний. Одной задач Координационного центра это выработка правил регистрации, в том числе учитывающих и требования законодательства по защите персональных данных. Соответственно, что мы делаем? Мы таким образом составляем правила и регламентирующие документы, чтобы выполнение их в полной мере удовлетворяло потребностям и требованиям законодательства. На сегодняшний день законодательство о защите персональных данных отвечает чаянием и надеждам простых граждан как-нибудь спастись от всевидящего ока, в том числе и мошенников. Но на самом деле это утопичная история, хотя надо стремиться к тому, чтобы действительно аккуратно относиться к личным данным клиентов, людей и кого-либо еще. А с другой стороны, если посмотреть на эту историю другим взглядом, да в общем-то зачастую люди сами в тех же самых социальных сетях, просто в каком-то общении в интернете выкладывают о себе гораздо больше и более чувствительной информации, чем та информация, которая попадает во время предоставления им услуг по хостингу либо услуг регистрации доменов. Там они сообщают паспортные данные, необходимые для заключения договора, идентификации. А, например, во всеуслышании в Инстаграме либо в том же Фейсбуке либо во ВКонтакте человек рассказывает, какие у него предпочтения, какие у него домашние животные, где и как он живет, постит фотографии с обстановкой домашней. Вот здесь больше персональных данных на самом деле, чувствительных к каким-нибудь проблемам в будущем для этого человека, чем паспортные данные хранящиеся у провайдера. Я могу вам сказать так, если вы покупаете услуги хостинга или регистрации домена у достаточно таких проверенных, известных компаний, там с сохранностью ваших данных все будет хорошо. Вряд ли их отправят налево, продадут третьим лицам либо упустят мошенникам. Нет, там будет все нормально, все хорошо. Но по большому счету нужно всегда заботиться о себе самим, поменьше рассказывать чувствительную информацию во всеуслышание. Тогда, может быть, будет попроще жить. Но мошенники не дремлят. Они все равно придут и найдут. Большой брат следит. И большой брат тоже. По вашим прогнозам, какие изменения предстоят сейчас и в ближайшие, может быть, несколько лет на рынке доменных имен? Что вы можете сказать? Каких изменений, новшеств нам ждать? Ну вот я уже сегодня говорил о том, что возможно еще вот сейчас откроется окно по появлению новых доменов верхнего уровня. Это будет как-то подстегивать новый интерес в принципе к регистрации доменов. Немножко, может быть, будет везде, во всех доменах от зонах какой-то всплеск регистрации небольшой на ближайший год-два. Дальше все стабилизируется, как и сейчас, будет плавный, спокойный рост. Сейчас основная такая тема это улучшать какие-то моменты, связанные с оказанием услуг, чтобы пользователям было удобней, чтобы те же правила регистрации и другие наши регламенты были более гармоничными, отвечающими, изменяющимися законодательству, например. Вот здесь будет сосредоточена основная работа. Ну и в принципе, я думаю, что развиваться все будет согласно здравому смыслу, которого все больше и больше вокруг у людей, в головах, в их действиях. Я думаю, что общая перспектива к тому, что в целом общество в мире придет к обществу здравого смысла, а за ним потенется все остальное. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok